Ну что, ребят, всем огромный привет! Я очень рада приветствовать вас на своем канале. Я хочу прям с первой попытки, с первого же дубля сейчас поздороваться с вами, потому что, мне кажется, это будут самые искренние эмоции, самые настоящие эмоции. И просто хочу вам сказать, что я действительно долго этого ждала. Я очень хотела вернуться на YouTube и поделиться с вами действительно чем-то откровенным, своей жизнью, своими изменениями, потому что я думаю, что прямо сейчас вы видите, да, что я изменилась, и не только в весе, но и морально, и как-то моя жизнь изменилась, окружение изменилось. Все изменилось, и сегодня я хочу побольше поговорить с вами об этом, потому что в последнее время я получаю огромное количество сообщений, не только в директ, в инстаграме. Кстати, пользуясь случаем, обязательно подписывайтесь, ник вы сейчас видите на своих экранах. Ну и в комментариях под последними моими видео, типа, Карина, что такое, почему ты забыла про нас, почему ты ничего не выкладываешь, ребят? Я ни в коем случае не забыла, просто я понимаю, что, ну, нужно было мне как-то уже измениться и вернуться новой, потому что то, что было тогда в моей жизни, я не могу сказать, что я была в каком-то ресурсном состоянии, действительно, в настроении что-то делать, потому что внутри меня действительно была какая-то боль, которая долгое время не могла уйти изнутри, из меня. Поэтому я думаю, что вы заметили, что последние мои ролики как раз-таки на канале, они не в очень таком приятном, хорошем вайбе, потому что тогда у меня был действительно тяжелый период, если взять последнее видео, да, где я вам про Таро рассказываю и сравнить. Как раз-таки можете сейчас перейти, посмотреть. Около полугода прошло, уже 4-5 месяцев. Если честно, время пролетело очень быстро. Вот, сегодня мы поговорим с вами просто обо всем, с того момента, с которого я пропала, собственно, чтобы я на автомате смогла ответить на все ваши вопросы и сблизиться максимально с вами, потому что, ну, мне действительно очень важно, чтобы вы, наконец-то, узнали обо мне поближе. Все, что происходило за это время, я поделюсь сегодня с вами. И, возможно, разделю это видео даже на две части, потому что я подготовила для вас столько информации, я уверена, в одно видео уместить не смогу. Поэтому ставим лайки, подписываемся на мой канал. Мы с Моникой сидим тут, готовимся морально к тому, что сейчас мне придется, да и не только мне, Моне тоже со мной энергетически придется ответить на все ваши вопросы. Вот, я писала сценарий тезисно для вас, потому что я поняла, что по полочкам разложить это так сложно, чтобы по порядку про каждый период. Поэтому я сейчас буду начинать. Немножечко переживаю, через экран поддерживайте меня обязательно, потому что я сижу напротив камеры, ребят. Я сейчас в таком шоке, потому что, ну, такое ощущение, что как будто бы прошло пять лет, сколько я не снимаю, из-за того, что моя жизнь настолько изменилась за четыре месяца, как будто бы лет пять прошло. То есть такая трансформация жесткая. В общем, не буду балаболить, вступление у меня, как обычно, долгое. Вспомним, что я там говорила. Записайтесь печеньками, вкусным чаем. Я желаю вам приятного просмотра и, собственно, моя новая жизнь и рассказ про прошлое. Мы можем начинать, поехали. Ну что, начать я, пожалуй, хочу с начального этапа изменений своих в худшую сторону, когда я обратила внимание на то, что, ну, все идет не так, как нужно, что у меня уже появляются какие-то депрессивные мысли, да, у меня уже бессонница, уже я понимаю, что все идет не так, как нужно. И я думаю, что многие, кто следят за мной достаточно долго, да, особенно вы, ребят, на ютубе, помнят, что первый раз я похудела. И достаточно сильно у меня было еще первое похудение, после чего я поправилась. И, собственно, как происходит? Когда я похудела, да, почувствовала уже себя такой вот окрыленной, крутой, начала загонять себя в рамки в какие-то. Это наподобие ограничений в еде, да, считала себя не до конца какой-то крутой, худенькой, да, то есть это уже какие-то мысли, которые не давали мне покоя, из-за чего я загонялась и снова поправилась. Но тогда я поправилась, ребят, незначительно. Это было килограмм на 6. Я даже не обращала на это внимания, потому что, ну, пыталась как-то прикрыть одеждой, да, и думала, ну, ладно, пофиг, больше уже, ну, типа, не будет. 6 килограмм — это как раз-таки тот вес, да, которому вот я вернусь, и это будет стабильный вес. Потому что до этого, ну, я, по-моему, не 6 килограмм сбросила, а 10. Поэтому, когда я набрала, я не придавала этому никакого значения, потому что окружение и вообще те ребята, которые находились со мной, говорили, что все окей, все супер, когда я задавала какие-то такие вопросы и как-то ушла от этого. Но ушла я на тот момент в какие-то тусовки, да, из-за того, что я очень часто занималась спортом на тот момент, еще и коронавирус, да, какие-то моменты наподобие карантина, когда нужно было сидеть дома, и я понимала, что я уже не в клубы, да, ни на какие тусовки не ухожу. После этого похудения, бац, я начала как-то уже развлекаться, тусить, и забила на себя, на свои какие-то важные мысли в голове, на учебу, на взаимоотношения с окружением, которое, ну, типа, давало мне что-то, да, хорошие эмоции, позитивные, я ими с чем-то делилась. Произошло так, что все, уже и бессонница, и тревожные мысли, и беспокойство от родителей, типа, Карин, ну, ты уже вообще практически вот забила на себя из-за того, что после того похудения такая, о, все, можно тусить, можно отдыхать, круто, и ушла в такой раздор, в такой отдых лютый, что поняла, что нужно уже что-то делать с этим в тот момент, когда моя психика мне уже сказала, Карин, ну, нужно что-то менять, правда, ну, все идет не так, как нужно. Ну, и, собственно, плавно перебираемся с вами к следующей теме, это абьюзивное отношение, отношения, которые дали мне возможность очень много выводов сделать для себя в голове, вот, появилась как раз-таки возможность у меня вступить в отношения как раз-таки в тот тусовочный период, когда я познакомилась с человеком, да, в окреленном таком состоянии, после того, как уже поправилась, да, снова поймала какую-то бешеную мотивацию, влюбилась, начался у меня какой-то роман, да, с человеком, и мне удалось быстро сбросить лишние килограммы, то есть это было так, что все, я хочу быть снова такой красивенькой, худенькой, блин, неужели он смотрит там на каких-то худеньких девочек, а я не могу быть такой, почему-то я вот считала, что я недостаточно худая, и у меня это как-то вот прям сидело в голове, что я какая-то, ну, не такая, как все, и именно в худшую сторону, то есть это было не всегда, это было вот только тогда, когда, ну, я обращала внимание на взаимоотношения с парнями, да, мне казалось, что мне уделяют недостаточно внимания, да, или что я не такая красивая из всех девчонок, какая могу быть, буду с вами откровенна и честна. Я сбросила вес, да, но спустя время, не хочу говорить только об отношениях, да, мы уже там провстречались сколько, полгода, год, начались недопонимания, начались какие-то, ну, моменты такие абьюзивные, которые заставляли меня сомневаться в себе, и из-за этого мне хотелось заглушать вот эти вот все эмоции сладким, да, алкоголем, короче, чем-то таким быстрым, приходящим и уходящим, такие а-ля временные эмоции, которые давали мне возможность просто не чувствовать то, что я чувствовала на тот момент, блядь, понимала, что отношения, ну, это не то, вот знаете, когда я сейчас уже начала заниматься Таро, и всем вот этим вот эзотерикой, мы еще с вами обязательно это обсудим, я начала больше слушать себя, я начала в это углубляться, и на тот момент мне организм кричал по моему режиму, по моему питанию, по моему образу жизни, типа, Карин, нужно что-то делать, потому что я не чувствовала себя вообще никем, ну, камон, я уже, ну, прошло время, да, вот этот конфетно-букетный период, я уже понимала, что что-то бац, и уже я не похудела, как в начале отношений, а поправилась, и начинаю стремительно набирать вес, очень стремительно, то есть это больше было из-за образа жизни, из-за стресса, из-за того, что я чувствовала себя неудовлетворенно, и пыталась это как-то, ну, типа, похуй, не обращать на это внимание, как будто такого не стоит, короче, потом, как я говорила всем своим знакомым и друзьям, типа, ну, сейчас еще потусуюсь, сейчас еще отдохну, да, сейчас еще, ну, типа, побуду с этим человеком, а потом разберусь, и все откладывала до того момента, пока... Об этом мы сейчас с вами поговорим пока что, потому что у меня для вас есть еще одна тема очень интересная, но про отношения я бы закончу. С человеком с этим я получала действительно много эмоций, я смогла сделать какие-то выводы, да, это для меня, наверное, такие первые серьезные отношения в более осознанном возрасте были, но из-за того, что меня постоянно загоняли в какие-то рамки, какие-то качели, да, что-то такое непонятное, недопонимание сразу со всеми вокруг, все его друзья, это мои друзья, своих отдельных друзей у меня нету, ну, и в этих отношениях я нашла себя еще и в сфере Таро, где мне мой бывший молодой человек говорил, что это полная хуйня, заниматься тебе этим не нужно, это не твое, это вообще, ну, типа, какая-то магическая история, я в это не верю, какие-то угары, если, ну, типа, вы помните, ребят, то я думаю, и видосы какие-то из ТикТока вы сейчас вспомнили, да, с тем, как я пыталась делать расклады, а многие мне писали, ничего не получится. Сразу скажу, что я этим занимаюсь по сей день, и я уже официально прошла дохит, хереща обучений, у экспертов, у людей, которые считаются, ну, популярными в России, тарологами, я настолько в это ушла, что мы обязательно поговорим с вами об этом отдельно, но отношения меня ни в чем не принимали, то есть, то, что я ем, не нужно это есть, то, что я делаю, не нужно этого делать, те люди, с которыми я общаюсь, коммуницирую, не нужно с ними общаться, не нужно этого делать, короче, какая-то херня, которая заставляла меня просто сомневаться и дошло до того, что у меня испортились очень сильно отношения с алкоголем и с едой. Собственно, мы с вами перебираемся к следующей теме. Первые признаки расстройства пищевого поведения я почувствовала как раз-таки в отношениях, когда поняла, что я начинаю загонять себя в какие-то рамки, постоянно заранее обдумывать то, что я съем на завтрак, на обед, на ужин, смотрела за тем, как кушает всякие бургеры, шаурму и вот эту вот очень такую сочную, аппетитную пищу мой молодой человек, тем самым держав его в курсе, да, что я на диете и не ела перед ним эту еду, там какие-то, что я ела, брокколи, да, короче, загоняла себя настолько в еде в рамке, что я могла смотреть на то, как мой бывший молодой человек кушает, да, и кушает очень много и сытно, и в этот момент я могла съесть какое-то одно яблочко, одну брокколинку, а после объедалась. И дошло до того, что я даже скрывала это от человека, с которым была в отношениях. То есть я могла, пока он не видит, съесть пачку конфет, съесть что-то, что он себе покупал, потом говорить ему, а я не знаю вообще, где эта еда, то есть прям начала врать и дошла до такого, что я уже вообще себя не чувствовала человеком, типа, что я раскрываю даже от человека, с которым я в отношениях, да, который на тот момент был для меня близким, что я ем, потому что, ну, он мне говорил, ты на диете, да, возможно, тебе нужно съесть что-то другое, ну, короче, как-то вопросами, словами доходило все до того, что я понимала, что нет, я лучше съем что-то такое легенькое, да, в общем, перед этим человеком сейчас буду обжираться, как будто чувство вины испытывала, да, начала испытывать чувство вины от каждого приема пищи. То есть мне казалось, что все, если я поела, то это все отвратительно, что я обязательно завтра наберу вес, что обязательно у меня завтра как-то это проявится в отражении в зеркале. И вот этого чувства тревожности не давало мне никакого покоя, то есть я вообще ни о чем не думала, кроме еды. И тогда я поняла, что мне нужно, ну, идти хотя бы к психотерапевту, к диетологу, понять, что за херня и почему вот именно так в пищевом поведении я себе там, ну, начала такие рамки загонять. И к тому же с алкоголем была точно такая же тема. То есть я как будто бы пыталась вместо даже еды пить алкоголь, потому что в нем есть калории. И типа жидкость задерживалась, но я просто побольше воды выпью, да, и мне уже не так сильно есть будет хотеться. Но это до поры до времени было, пока я не стала жрать как свинья, но об этом чуть попозже поговорим. Булемия. В один день я почувствовала, что обед не такой вкусный, какой он должен был быть, да, из-за того, что, как я вам уже сказала, я продумала каждый свой прием пищи, я заказала себе салат Цезарь на тот момент, помню. Он был такой отвратительный, такой сухой, мерзкий. Я его доела, я понимаю, что я вроде бы наелась, да, а вроде бы это было настолько невкусно. И неужели я свой прием пищи, на тот момент я так думала. Потратила, типа, вот на такое говно, вот на такую вот еду. И я сидела час с этим чувством вины, которое меня преследовало и до этого, да, только в этот раз это чувство вины дошло до того, что я решила все-таки пойти в туалет и убрать этот салат из себя естественным образом, да. Два пальца в рот, как говорится, и на весах утром смотрю, думаю, нифига себе, минус 500 в таком стиле. А это просто из-за стресса, из-за того, что уже еды нет в организме, из-за того, что, ну, вообще пиздец какой-то начал происходить. И вот тогда я поняла, что, как бы я ни пыталась, да, вызывать рвоту, допустим, а это продолжалось на протяжении полугода. Я могла сожрать там пол холодильника, пачку чипсов, вторую пачку чипсов, сухарики уже до тошнотного состояния, просто пойти в туалет, да, проблеваться. И иногда вес стоял, то есть он уже не уходил, потому что с таким количеством обжорств все равно калории, они, ну, они используются в организме. Как бы ты их не пытался выблевывать, да, как бы это ни звучало странно. Я начала набирать еще сильнее. И тогда я начала задаваться вопросом, в смысле, я уже практически ничего не ем, а набираю. Как это работает? Ну, из-за того, что я не могла найти решение вопроса, я начала больше заглушать все свои потребности еще и алкоголем. Ну, и в тот момент я поняла, что у меня, похоже, еще и алкогольная зависимость. В общем, все по всем фронтам. Мне нужно было просто, как я поняла, удариться башкой и в алкоголь, и в еду, и в отношениях, и взаимоотношения с родителями, естественно, тоже, которые у меня испортились. У меня всегда были прекрасные отношения с родителями, какие они у меня сейчас. Я же говорю о том своем ужасном периоде, да. Хоть и родители за меня переживали и замечали все эти изменения, они пытались подтолкнуть меня на правильные решения правильно. Ну, благоразумно. Не орав, не наезжав, не манипулировав мной. Просто дошло до того, что я уже завралась. Завралась всем. Завралась в отношениях к человеку, да, объедавшись как-то, пытавшись что-то скрыть. Какие-то свои вот эти вот тараканы в голове. С алкоголем завралась, сама себе врала. То, что, ну вот, это мало, допустим, я съела, хотя сожрала пол холодильника просто. Или наутро просыпалась и думала, ну все, завтрашнего дня точно я не буду так питаться. Короче, произошел обман по всем фронтам. Даже в алкогольной теме, когда я думала, что, ну вот сегодня выпью, да, один бокальчик, второй бокальчик, третий, четвертый, пятый, шестой, потом уже тридцатый. И перестану, не буду больше. Ну, перестану пить, перестану всем этим заниматься. Но дошло до того, что и взаимоотношения с едой у меня еще сильнее ухудшились из-за алкоголя. Потому что с утра я начала просыпаться с диким желанием жрать. И жрать в больших количествах. То есть это уже было больше, мне кажется, чем было до этого. Прикол в том, что уже закончив отношения, да, в тот момент, переехав в другую квартиру, забыла вам сказать о том, что как раз-таки, когда у меня закончились отношения, они у меня закончились. Закончились они у меня на том этапе, что мы просто приняли решение, что нужно разъехаться из-за того, что, ну, типа, пиздец какой-то происходил, мы уже не могли друг с другом находиться. И вот как раз-таки вот эта вот алкогольная зависимость, вот этот вот весь кошмар происходил у меня в новой квартире, где мне пришлось столкнуться со всеми этими страхами в полном одиночестве. Закончились отношения с человеком, и я не хотела ни с кем выходить на связь. Я уверена, что у многих девчонок такое было. Ну, напишите в комментариях, ребят, если все-таки у вас были такие ситуации, когда, вот, допустим, вы в отношениях, да, сильно привязываетесь к человеку, а потом понимаете, что у вас вовсе нет желания начинать с кем-то что-то новое И я вот в этой апатии несколько месяцев сидела в своих зависимостях, ни с кем не общалась, ни с кем практически не дружила и уходила больше в тусовки по выходным И дома сидела просто, ела в больших количествах, пила алкоголь и общалась с вами, вела stories, естественно, когда вы уже начали замечать, что, Карина, что с тобой, ты так стремительно поправляешься, ты такая отекшая, Карина, ты что, плачешь, потому что, ну, да, мне даже такие вещи писали Я записываю разговорные stories, мне пишут, ты что, плачешь? То есть даже по моим словам, по моей выразительности, интонации было понятно, что мне херова Вот, и в тот момент завралась всем, уже выйдя из отношений, родителям тоже, когда говорила, что все, сегодня я вот в таком состоянии, последний день И нифига не последний, уже просто родители устали Дошло до того, что со мной перестали даже разговаривать все мои друзья, знакомые, подруги, да, какие-то коллеги в сфере блогерства Потому что, ну, от меня прям исходила вот эта вот отвратительная плохая энергия, как бы кого в дерьмо затянуть Потому что у меня полностью энергия была в минусе, так что даже родители со мной две недели не разговаривали, потому что уже, блядь, не знали, что делать И я не знала, что делать, я не знала, как мне поступить, потому что, блядь, не было даже некому написать Я думала, все, ну, типа, я такой и буду Я созванивалась со своей лучшей подружкой, с Ариной, единственный человек, который по сей день со мной, я вам про нее не один раз говорила 12 лет с ней дружу, я ее просто перевезла в Москву, но получилось так, что стало еще хуже, потому что мы просто с ней тусили и отдыхали Вот, однажды я просто просыпаюсь и понимаю, что, ну, все, я больше так не могу У меня уже отвратительное состояние, со мной не разговаривают родители, со мной не общаются друзья У меня вообще все пошло по пизде И дошло до того, что я просто уже подхожу к зеркалу, и я себя не узнаю Вот, прям до такого Спала два часа, в целом, да, за несколько суток Подхожу к зеркалу, смотрю на себя и понимаю, что это не я То есть, именно в тот момент у меня пришло осознание, что я что-то делаю не так Но мы обязательно во второй части поговорим с вами о нюансах Потому что, я уверена, вам очень будет интересно услышать про них Про мужчин, как они взаимодействовали с неуверенными девушками Про то, как я в подробностях переживала всю эту трансформацию И сколько времени в целом прошло до того момента, что я вот так вот стояла напротив зеркала И понимала, что так больше продолжаться не может Даже дети в шоке, там, слышите, ребята орут на фоне Короче, что произошло? Я смотрю на себя Я просто пытаюсь в это уйти сейчас, да, вспомнить, как это было И мне становится страшно, я начинаю переживать И у меня прям адреналин какой-то выделяется Не могу даже описать эти эмоции Как будто это не я То есть, я встаю, да, и я вижу такое прыщавое лицо Отекшее лицо Огромное количество растяжек Красных растяжек Живот Большой живот Настолько, что я уже даже стебалась и угорала в инстаграме над тем, что я беременна Помните, ребят, я выкладывала серьезные тиктоки, что я, блять, беременна, им не верили То есть, ну, это такое жесткое, отвратительное состояние, которое я пыталась перевести в шутку Но при этом уже, стояв тогда напротив зеркала, я поняла, что это уже нихуя не шутка получается Что нужно что-то делать, нужно что-то менять Вот, вот это вот апатия, вот это вот состояние, что даже близкие мне люди, родители Я даже с ними не могла на тот момент разделить вот эти вот все переживания свои Мне казалось, что это все И в тот момент я даже своей лучшей подружке, которая приехала ко мне из Челябинска буквально на две недели Говорила о том, что, блин, я, наверное, буду такой всегда Ну, то есть, я уже смирилась с тем, что я буду стремительно поправляться Жить так, как я живу И это была как защитная реакция Стоя перед зеркалом, помню, себе сказала такие слова, типа Ну, я такой буду всегда, типа, это я новая в таком стиле, типа, как раньше уже не будет Навязывая себе, точнее, такие мысли, что я уже никогда не похудею Потому что для меня это казалось таким неисполнимым желанием на тот момент То есть, я уже уверена была в том, что я никогда не сброшу И для меня не важно было сбросить Я уже думала, что я не найду себя И что я буду находить себя только в еде Именно поэтому я говорила то, что я буду вот такой вот всегда, полненькой На тот момент мой вес составлял 75 килограмм Вот, это был мой самый сильный пик Самый вот этот вот пиздец В подробностях не рассказала вам про алкоголь У меня началось все вообще с того, что я же, да, по два бокальчика начинала винишко пить Потом как-то понимала, что эти два бокальчика винишка влияют на меня так Что я как будто бы еще сильнее начинаю загоняться И что мне нужен какой-то допинг И я брала еще два бокала Потом еще два бокала И поняла, что это уже как больше зависимости какие-то Я перехожу из зависимости в зависимость Не желая услышать себя Не желая услышать свое тело Не желая вообще ничего И мне даже тогда подружка сказала такие слова Типа, Карин, а кто ты есть? Вот я смотрю напротив себя Я думаю, блядь, а кто я? Я даже не смогла ответить себе на тот момент на этот вопрос Потому что я не понимала, что я хочу от жизни Это было настолько страшно, что я не знала вообще, как мне появляться перед вами На публику И это было настолько все зажато, что я вот как будто бы никогда не была блогером Как будто никогда не вещала на камеру И не была с вами открыта Да, не показывала свою жизнь То есть как будто бы у меня все перевернулось настолько Мне было даже стыдно делиться с вами чем-то Это были вот только какие-то начинания И то последний ролик про Таро Где я говорила, что Таро изменила мою жизнь Действительно Я сейчас могу подтвердить эти слова Таро изменила мою жизнь Это серьезно Вот, потому что именно через Таро я начала как-то более углубленно работать со своим сознанием Да, это именно тот момент, когда пыталась найти себя Я задавала какие-то вопросы Вот, но с алкоголем я поняла, что это очень страшно Правда Когда ты не видишь абсолютно никакого смысла Кроме того, как выпить Это действительно вот очень такие стремные мысли Я даже вот сейчас прокручивая их у себя в голове Не понимаю, даже не верю, что это происходило со мной, ребят То есть я могла пить и понимать, что мне уже даже плохо становилось У меня уже организм кричал, что не нужно пить Что я уже краснела У меня уже организм сдавался в плане Доходило до такого, что я вся в пятнах Уже какая-то, блядь, аллергическая реакция даже была То есть тут из-за нервов в совокупности с окружением С антидепрессантами, которые мне тогда выписал психотерапевт Там я еще и антидепрессанты пила Антидепрессанты, блядь, с алкоголем несовместимы Это вообще пиздец Я настолько, ребят, себя не любила Что я вот сейчас даже про антидепрессанты вспомнила Я пила таблетки, которые несовместимы с алкоголем априори Думая, что мне как-то помогут таблетки, блядь, пив алкоголь, делая еще хуже Ну вот что это такое? Короче, капец, мне было очень страшно Мне было действительно страшно принимать тот факт, что нужно что-то делать Я как будто бы пыталась от этого уйти И довела себя до такого, что, ну вот, смотрев на себя в зеркало Я просто, ну, не могла даже уже сказать, что это Карина Аракелян Потому что это, ну, не Карина Аракелян Я вспоминала, как я наснимала для вас видосы Вела контент, была открытой Такая, какая я есть, да? Когда у меня энергия в плюсе А тут я понимаю, что мне даже в сторис выйти тяжело Что вы чувствуете Что люди чувствуют, что что-то не так Типа человек, он излучает И как бы он не пытался прикрыть и замазать все косметикой, да? Как я пыталась, ходив в клубы, там, нахерачить на себя дохера косметосы Надеть брендовые шмотки, все равно Никакого внимания, да? То есть, либо притягивались только те люди Которые, ну, вот только что-то хотели получить Либо самоутвердиться за счет меня Либо чем-то похвастаться Либо по взглядам я считывала, что люди видели Нифига себе, Аракелян набрала Также отметить хочу и окружение С которым я на тот момент общалась И все меня подталкивали на то, что мне нужно похудеть То есть, я сама не обращала внимания на то Как я концентрирую свое внимание на весе И даже общавшись с людьми Видимо, они чувствовали энергетически Что я как-то зажимаюсь в себе, да? Или много ем Или загоняюсь, прикрываю себе что-то Что пытались прям ткнуть на то, что, Карин, нужно что-то менять Тебе бы похудеть И даже, блядь, какие-то неуверенные в себе телки С шоу на ютубе, да, допустим Говорили мне о том, что Бля, ну тебе бы хотя бы до 65 скинь, чтобы вообще со мной разговаривать И нет, не это на меня повлияло, чтобы сбросить вес Я наоборот, зажимала и закрывала в себе все, что мне говорили Переводив в шутку, типа Да не, не нужно мне худеть, все окей Типа, все норм, просто я такая И смеялась, говорила, что все вообще супер Хотя ни хера было не супер Я не обращала внимания на то, что мне говорит окружение То есть, это не послужило для меня толчком двигаться Когда мне кричали все вокруг похудей Я пока сама не поняла, что мне так будет лучше Я не пришла к этому решению, что мне нужно что-то изменить в весовой категории в своей Потому что человек может чувствовать себя счастливым Даже весив центнер, даже 2, 3, 4 и 5 Если у него состояние такое, что он окрыленный, что он чувствует себя хорошо Действительно, не обманывая себя Он может быть в любом весе Просто тогда я поняла, что еще и окружение, да, как-то подталкивает меня на эти мысли И я эти мысли блокировала Типа, идите вы все в жопу, я и так охуенная То есть, я показывала в интернете то, что все ок Думая, что когда-то это само идет Вот эта вот моя тема внутри Как ком такой, знаете, сгусток энергии негативной Когда думала, что вот все, сейчас сама пропадет Я сама похудею, сама перестану пить Ах, нифига Когда я стояла тогда напротив зеркала Я поняла, что именно это послужило для меня толчком что-то делать Когда я уже просто не узнала себя Не окружение, да, которое мне говорило Тебе бы похудеть, ну нихуя себе, блядь, тебе важно В каком я весе, какая я перед тобой, если тебе комфортно со мной общаться Люди же со мной общались на тот момент Как бы получить, да, что-то Чтобы я расклады сделала на тот момент На который я, кстати, очень сильно энергетически тратилась Не ставив на себя абсолютно никаких защит Для практики брала людей и выслушивала их проблемы Сама находившись в минусе Не зная полностью таро Потому что тогда, в депрессивном состоянии Я начинала только в это углубляться И это тоже сжирало мою энергию Я даже не представляю сейчас, сидев новая перед вами Каково мне было тогда Потому что это, ну, это было настолько страшно Что я даже сейчас не могу вернуться в эти эмоции То есть это я прям помню как флэшбэками Потому что проходив свою вот эту вот трансформацию Я пыталась убрать из своей головы то, что действительно приносит мне негатив Потому что я считаю, что та Карина Аракелян, которая была Это старая Карина Аракелян с очень сильными загонами И с моментами непринятия себя Я знала, что внутри меня сидит та личность Которая может изменить все Которая может все перевернуть Которая разъебала в 12 лет И начала снимать видосы И искать родственные души через камеру То есть я начала искать коннект Я нашла с вами коннект Я нашла такую огромную семью Которая сейчас сидит и слушает меня Это больше 10-100 тысяч человек Которые сейчас нашли, возможно, сходство с моими проблемами И я ждала, когда наконец-то я буду в таком ресурсном состоянии Чтобы поделиться с вами всем, что со мной происходило И это еще не все Потому что я собираюсь снимать вторую часть Вот, я просто хочу подойти к логическому завершению этого видео Как я пришла к тому, что нужно что-то менять Блять, просто проснулась и поняла, что это не та жизнь, которую я хочу видеть Я не хочу быть такой Я не хочу, чтобы именно такую Карину видели родители Через год, через два, да, через время Это не гордость родителей Это не гордость сестры за меня То есть даже моей сестре начали прилетать какие-то вопросы А что с образом жизни, допустим, твоей сестры? Почему она поправилась? Я видела и такие сообщения Но родители, они вообще как-то не концентрированы на этом внимании Потому что у меня папа сам по себе такой Ну, хорошего телосложения, я вам скажу И я уже даже себе думала и внушала то, что это я папу И что я всегда буду такой упитанной, что это генетически Нихера не генетически И просто поняла, что это было очень тяжело для меня И что нужно из этого выходить тогда, когда я посмотрела на себя Я смотрела не на фигуру даже больше, а в глаза в отражении И в глазах я увидела такую пустоту, которую я не видела до этого Потому что я даже, ну, как-то не смотрела на себя в отражении так часто Меня то визажисты красили, то я подойду, посмотрюсь там как лук Окей, нормально Посмотрю на свою одежду А тут, вот в тот день, когда я поняла, что я себя не узнала Я решила прям поразглядывать себя Подошла и смотрю на отражение и думаю Вообще не то, вообще другой человек Это не я Во мне вообще, блядь, мне казалось, сидит какая-то сущность, если честно Потому что я не узнавала себя Я не узнавала свои взгляды Я не узнавала все, что я делаю Что я говорю людям Как будто бы это не я Потому что раньше я была такой яркой, открытой, душевной А тут я поняла, что все переросло в депрессию В какое-то такое отвратительное состояние Что мне не хотелось даже с лучшей подругой обсуждать этот вопрос Но она меня тогда и подтолкнула на то, чтобы хотя бы задуматься над тем, что что-то не так Она мне задала вопрос А кто ты? Помните, я вам сказала? Я вообще нихуя не поняла, кто я То есть это вообще не та жизнь, которую я хотела видеть И тогда я поняла, что нужно что-то изменить И не в весе, а хотя бы в каких-то мелочах Хотя бы чем-то радовать себя Не алкоголем, не внутренне, знаете, себя как-то губить Думая, что внешне я сейчас накрашусь, буду круче всех выглядеть Я губила же себя изнутри Я поняла, что нужно уделять себе хотя бы какое-то внимание минимальное Началось все с каких-то моментов Куплю себе какую-то косметику прикольную Ходовые масочки тканевые для лица Что-то в этом стиле Извинюсь перед родителями Как минимум мне не начну обманывать саму себя Не начну обманывать родителей Все в таких мелочах, знаете, ко вниманию к себе, что ли, началось И тогда я уже начала чувствовать мотивацию Как только у меня слетел первый килограмм Я же говорю, не в весе даже значение было Я начала надевать платье Когда я загорелась тем, что я все-таки смогу изменить свою жизнь То есть мне нужно было прям прийти к этому решению Осознанно, не через других людей А самостоятельно И тогда я начала даже худеть Не думая об этом Не так, как это было тогда, ебать Не буду ничего жрать, да, проблююсь и прочее Это было уже так осознанно, что я ела Что я хочу? Но у меня уходили лишние килограммы Вместо семи, там, допустим, хинкали Бифстроганов Суп какой-нибудь, борщ, да Лонг-Айленд, алкоголь какой-нибудь сильный, да Я ела три хинкалия Потому что этим наедалось, допустим, борщ И вкусный свежевыжатый апельсиновый сок То есть это вот как-то было в таком стиле Что мне даже самой было прикольней Как-то, ну, по-другому уже себя ощущать Не так, как это было раньше Ну и я хочу подобраться с вами к логическому завершению Потому что я думаю, что все-таки уже имеется такой небольшой фундамент У вас есть понимание того, почему я не выкладывала видосы на YouTube Почему я пропадала Почему у меня был такой вот депрессивный период И с чем он был связан Я хочу в следующей части поподробнее с вами поговорить Про спорт, про мой путь сейчас Про окружение, про мою трансформацию Потому что в последнюю неделю в моей жизни происходит то, чем я хочу с вами поделиться Правда, очень хочу поделиться Вот, поэтому давайте сейчас с вами немножечко порассуждаем Мне интересно узнать у вас Какая трансформация была у вас в жизни? С чем вам приходилось сталкиваться? Вот закройте глаза просто и представьте себе, кто вы есть Возможно, вы сможете получить ответы на какие-то вопросы И извлечь для себя какие-то выводы, уроки Потому что на тот момент мне это очень помогло Я просто закрыла глаза и задала себе вопрос Кто я есть? И если вы не можете ответить на этот вопрос То значит нужно работать Нужно стараться и нужно строить самую лучшую версию себя Тогда мне это дало какой-то толчок и напутствие Двигаться дальше Потому что тогда я Это было не я Это был вообще совершенно другой человек Который не понимал, чего он хочет А в жизни ведь все действительно так просто Но мне казалось все настолько сложным и нерешимым Ребят, что сейчас Представляете, уже задают вопрос И как ты так быстро похудела? А я просто задала себе вопрос Кто я есть? И все пришло с осознания С того, что я расставила все по полочкам наконец-то Не заглушала говном А расставила по полочкам И тогда я уже поняла В каком направлении мне нужно двигаться И об этом направлении Мы с вами поговорим во второй части Если мы наберем под этим видео 30 тысяч лайков Поэтому, ребятки, обязательно ставим лайк Я буду очень надеяться на то, что вам понравилось это видео Что мы с вами поподробнее сможем ответить на все вопросы Еще и во второй части Поэтому спасибо вам огромное за просмотр Фундамент такой небольшой есть Я думаю, что вы поняли Почему у меня был такой пиздец в жизни Почему я не появлялась И почему решила появиться сейчас Увидимся с вами во второй части Спасибо большое, что досмотрели это видео Также я жду ваши комментарии И ваше мнение Потому что мне хочется пообщаться с вами Я так давно не чувствовала коннекта Я так давно не чувствовала вас на ютубе И я по вам так соскучилась Что мне хочется пообщаться Я буду отвечать в комментариях на все Я буду стараться сделать это При первой же возможности Если комментариев будет не слишком дохера Поэтому, дорогие мои Пишем обязательно в комментариях Ваше мнение Возможно, какие-то трансформационные периоды В общем, мысли Все, чем вы хотите со мной поделиться Потому что меня давно не было И я давно не чувствовала этого семейного коннекта на ютубе Пообщаемся с вами в комментариях Жду ваши вопросы Если они есть Все, что только может быть И пообщаемся во второй части Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца С вами была Карина Аркелян И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok